Казанский период Как брат у государственного преступника, даже с золотой медалью доступ Владимиру Ильичу в столицу был закрыт. Поэтому семья решила поехать в Казань, в университетский город, где проживали родственницы. Принял участие в покушении на императора Александра Третьего 1 марта 1887 года. Это покушение не состоялось, полиция об этом узнала, Александр арестовала его группу, впоследствии казнила. И из-за этого мальчикам из семьи Ульяновых, в том числе и Володе, было запрещено поступать в Московский и Санкт-Петербургский университет. И причем официального норматива правого акта не было. Просто по воспоминаниям родственников Владимира Ильича, жандарм намекнул то ли матери, то ли сестре, что бессмысленно поступать вообще в Москву или в Санкт-Петербург, вас туда не примут. В 1887 году Владимир поступает в Казанский университет. Он написал прошение с просьбой принять его на юридический факультет. Однако зачисление случилось не сразу, так как была наложена резолюция. Отсрочить до получения характеристики. Ее, конечно, написали, прислали и после положительной характеристики была поставлена резолюция принять. Владимир Ульянов стал студентом Казанского университета. Именно с этого момента начинается все самое интересное. В то время в России активизируются студенческие волнения. В большинстве своем связаны с установлением негласного полицейского надзора, введением целого штата специальных инспекторов, увеличенной в пять раз платы за обучение и необходимостью носить дорогостоящую форменную одежду. Студенты не только Казанского университета, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Харькова были против такого устава. Двое студентов из Москвы были убиты. В 87-й год он связан вообще с пьяническим волнением по всей стране. Студенты бунтовали активно против новых университетских порядков. Совсем недавно, несколько лет назад, вышел новый университетский устав, довольно реакционный, устав Александра Третьего. По нему значительно урезалась автономия университета. Кроме того, вышел циркуляр кухаркиных детях о том, что представители низших сословий не могут поступать в гимназию, а, следовательно, после гимназии поступать уже в университет. Естественно, студентам это все не нравилось, потому что это затрагивало их личные, так сказать, свободы, а университет был оплотным такого, свободомыслия, можно было сказать. И, естественно, студентам это не нравилось. И в ходе одного из студенческих таких волнений, восстаний, в Москве погибает двое студентов. Москвичи, московские студенты приезжают сюда, просят казанцев поддержать их в этих волнениях. Казанцы соглашаются. Ну, они всегда были такие революционеры по своему настрою. Об этом, в частности, свидетельствуют, что и в 60-х, 70-х, 80-х годах периодически возникали вот эти студенческие восстания здесь. И они были такие результативные, можно сказать, для университета, потому что университет порой даже закрывали на две недели, пока студенты успокоились и вывешивали такую специальную табличку, что университет закрыт на время. Казанские студенты объединялись в нелегальные кружки, в землячество. Таких на тот период было шесть. В Симбирско-Самарское землячество вошел Владимир Ульянов. Они собирались на улице Нижней Федоровской, там ребята обсуждали свои насущные дела. Решено было провести 4 декабря 1887 года акцию протеста в актовом зале Императорского Казанского университета. По уставу, конечно, собираться студентам и тем более протестовать было категорически запрещено. Однако для молодых это не было преградой. Студенты требовали от руководства демократизации устава, потребовали уничтожить сословности и наказать повинных в убийстве московских студентов. Петиция была отклонена. Ректор ее не принял, на готове уже стоял полк солдат, который окружил университет. Студенты противостояли ректору, а ректор пытался избежать открытого столкновения, пытаясь всячески уговорить студентов, чтобы они покинули здание. Наиболее рьяные студенты решили бросить на стол входные студенческие билеты и покинуть актовый зал. Их было 99 человек, среди них имя Ульянова. Вообще стоит отметить, что в советской исследовательской литературе авторы очень любили писать, что именно Владимир Ильич был организатором всего этого восстания, этой студенческой сходки, был лидером. Но давайте смотреть по правде в глаза. Студент первого курса, отучился всего 2-3 месяца, вряд ли у него будут такие тесные связи со студентами. А организатором, одним из организаторов главных принято считать писателя впоследствии известного Евгения Чирикова. И у них с Лениным будут последствия взаимоотношения довольно хорошие, и именно Ленин посоветует Чирикову эмигрировать, потому что понимал, что у них расходятся взгляды после революции гражданской войны. Владимира Ульянова сослали по месту проживания в село Кокушкино. Спустя год его мать поняла, что об окончании университета и речи быть не может. Тогда молодой человек написал прошение об изъятии его из числа студентов. Вот так и закончилось его пребывание в Казани. Такое короткое, но самоотверженное революционное начало его биографии было положено в стенах Казанского университета. С тех самых пор вождь революции всю свою жизнь без остатка отдал делу служения народу. Борьбе с царизмом и капитализмом, всемирно-историческому делу освобождения трудящихся, делу торжества социализма. Зиму часть весна он проводит там, естественно, занимается самостоятельно. В конце весны он пишет прошение. Прошу вернуть мне число студентов Казанского университета. Министерство никак на это не реагирует. В сентябре пишет второе. Прошу выехать за границу, получить образование там. Министерство тоже ничего не отвечает. Тогда Володя решает вернуться обратно в Казань. Потом переезжает с матерью в Самарскую губернию в имени Алакаевка. Как я уже сказал, при этом самостоятельно занимается. А затем в 1891 году в Санкт-Петербургском операторском университете вздает экзамены экстерном, получает диплом юриста. А в 1923 году Владимира Ильича Ульянова Ленина, как председателя Совета Народных комиссаров СССР, назначают почетным членом ученого совета Казанского государственного университета. Университет, который он даже и не закончил. В 1918 году Императорский Казанский университет был преобразован в Казанский государственный университет. А после смерти Владимира Ильича Ленина вуз был назван в его честь. КГУ имени Владимира Ильича Ульянова Ленина. На сегодняшний день уже в Казанском федеральном университете Императорский зал, где воспроизведены интерьеры второй половины XIX века, входит в структуру Музея истории КФУ, в которую, в свою очередь, входит мемориальная аудитория номер 7, Ленинская, где сохранилась парта студента Ульянова. Также перед главным зданием Казанского университета в центре полукруглой площадки находится памятник молодой Ульянов. В 60-х годах в период оттепеля студенты КГУ прозвали популярную площадку возле скульптуры сковородкой. С тех пор здесь проходят все важнейшие события университетской жизни. Карина Саяхова, Ахмаджон Уоев, Универ Новости.